Да вот он и сам без приглашения прет. Большой, рыхлый, нелепый, разлапистый, почти слепой, с обильным белым волосом из-под клобука, в пегой бороде по пояс. Протаерей Мисаил Сукин стоял на пороге, тяжело отдышиваясь от подъема и опираясь двумя руками на ольховую палку. Это был его Ивановоспитатель и духовник, а прежде духовник батюшки Василия. А начинал Мисаил еще чернецом при деде Иване, и деду жизнь спас, когда на молебне толпа сзади вдруг так наперла и навлеклась, что деда с ног повалило и чуть не затоптало. А Мисаил его из-под тел за амбон уволочь успел, прежде всех рынд и воевод. Он схватил было поцеловать старческую руку, но Сукин руку вырвал и сразу пристопил к тому, зачем пришел. За что моих монахов, что в Сергиевом посаде христорадничали, в подвалы забрал? Авраамия, Глазатова, Иоасафа и Инака Даниила. Они нужное, богоугодное делали, на монастырь собирали, а ты их вострок. За что людишек бьешь, тягловое быдло изводишь? За кое ты перед Господом в ответе? Человекоядец! Перед Богом змеить у тебя не выйдет, не спасут тебя от огня адова, ни твои молитвы, ни вклады. Петуха ты крови человеческой, страдник пекла. Он опешил от такого сурового напора. Отче, ничего о монахах не знаю, а прочее все прошло, было и нету. Заднее забыл, вперед распространяюсь. Ныне я тихий кроток, не из сердца моего косматого, а из-за измен и татьбы наказывал, чтобы другие знали, что их ждет. Крешникам надо ад тут на земле показать, чтобы неповадно было. Сам же учил. Но сукин, нависая над ним громадным брюхом, разя потом и немытым телом, гнул свое, не раз от него слышанное. Акстись и ехиднина словоблудия не разводи, любоначалье никому еще впрок не пошло. Ты не Господь, чтобы ады на земле устраивать. Если рая не сделал, то ада не надо. Хватит жестоковать, пожалей народ. Чем он провинился? Зачем резать мозольных людишек, как скот? Разве не пашут они неутомимо и молча? Разве покорно не собирают, не одевают, не обувают, не кормят твоих солдат, чтобы воевать в чужие земли? А куда тебе эти новые земли? Со своими бы совладать? За что народ кромсать и резать? В клетях на смерть свозить, как Ирод Нерон, первый христиан? Он выбрался, наконец, из-под стариковской длани. Какие клетки? Что за Нерон? Дай ответить, отче. Почтение хочу, послушание, веры, любви, надежды. Но ничего не имею. От этих слов протаирей совсем взбесился. Ишь, какие иремиады развел. Ты это брось. Любовь и почтение возжелал? Какие же будешь иметь, ежели людей египетскими казнями казнишь? Почтение и любовь не кровью и страхом, а добрыми делами добываются. А кровь родит злобу. Довольствуйся малым, получишь большее. А в гоне за большим и малое утеряешь. А ты что? Ад устроил. Что за игры твои палачи затеяли? Что? Не знаешь, в какие они игры игрывают? А в такие, чтоб каждому казнь по его имени придумать? Исукин, приступнув палкой, за ней надо следить, чтобы не получить по спине. Ни раз бывало в детстве. Злым, глухим, задыхающимся голосом стал говорить, что недобитые опричники в Галиче, Муроме, Вологде и еще кое-где новое развлечение себе отыскали. Делать с каждым то, что в его имени обозначено. При этом зверские жизни лишая. И понеслось. Илью Собакова, избитого до мясного естества, кинули некормленным псам. Двоерудного брата его, Макария Овцина, живьем освежевали, как овцу. Дормидонта Коровьего зажарили на костре, насадив на вертел. Семена крошку изрубили на мелкие части и всех угощали, а кто не брал, тому персты отсекали. Служилого дьяка Афоньку Мясного палач разделал, как скотину, на оковалок, вырезку и голяшки. И кривлялся, будто торгуя этим мясом. Максим Языков через щипца языка лишился. Подьячьего сытного приказа Савву Холодухина обливали то ледяной водой, то кипятком. А потом, обрубив ноги по колено, спустили в прорубь. Он попытался остановить старика. Отче, стой, дай сказать. Кто это делал, уже наказанный. Это было и прошло. Отныне все будет по-иному. Он пытался объяснить, что опричню вынужденно созывал. Мой народец таков, что не сожми его в кулак и все соки из него не выдави, так и будет на печи дрыхнуть до молочных рек дожидаться. Что еще делать, как не дергать, тормошить, гонять? Народец до татар тихий скромен был. Не воровал и не бронился. А татары пришли, все пропало. Но Сукин ярился, бычился. Ты на татар-то не съезжай. Мертвые не воскреснут и мук своих обратно не получат. Для мук времени нет. Даже иноземцев казнят. Купцу Хольцнагелю загнали под ногти сапожные иглы, а ноги деревянными колодками всмятку раздавили. Пастору Вильтфогелю, что якобы римские блудни прилюдно плел, обрубили обе руки. А какие блудни? Он же латинской веры. Раньше не знали, что ли? Чего молчишь, будто не ведаешь про все это? Он не молчал, пытался возражать, что все это творилось теми, кто, себя обманно опричнее называя, на самом деле разбойничали и куролесили без его ведома по своим прихотям и утехам, за что и наказаны. Но куда там? И слова не вставить. Протаирей даже замахнулся на него палкой, прогремев. У, не будь ты царь, неприкосновенная особа, так бы и оттаскал тебя за волосия, Ирод. Ты и отца, и деда хужее. Те тоже кровопийцы были, но далеко им до тебя. Человеченька-то сластит небось, а? Сладка, как сахар, а? Говори, человекоядец. Непочительные слова про отца и деда взбеленили. Он выхватил у старца палку и стал кричать в ответ. Ты кадык-то не распускай, отче, охолонись маленько. Да кто ты такого, чтобы мне тычки давать? Забыл, кто я? Что я делаю, что я не делаю, все от Бога, все в его воле. Я царь своей земли и всего, что на ней, и под ней, и над ней. И напомнил старику, что как Рюрикович он прямое колено Цезаря Августа. Через бабку Софью он потомок ромейских базилевцев. По матушке Елене Глинской из рода Мамая. Ведь первый Глинский, Лексада, в крещении Александра, был родным внуком хана Мамая. А матушкина тетка, Тулумбек Ханум, была в прямом сродстве с Джучи, сыном Чингисхана. Так что и царьградские земли мои, и северные волости, и южный край, и все царства Римской империи, все мое. На все имею право длань свою наложить. Вот кто я таков, ежели у тебя память отшибла в твоем монастыре. И люду моему я зела люб, сие тебе весьма известно. На это сукин зло вырвал палку обратно, и с чавканем смачно и обильно плюнул на пол. Любийца нашелся, а тьфу на все это. Очень приют на тебя смотреть. Все цари и базилевсы, тлен и прах перед лицом Бога. Ты, главный зажига, смутотворец, грешник, кровосос, всему злу соединитель. И град твой кровопийственный. Уймись, пока силы небесные тебя не окоротили. Ревмя реветь будешь, а никто не услышит. Слезами заливаться станешь, а никто утиралки вонючей не подаст. Говорильней живодерню не перешибешь. И моих трех монахов из подвалов, чтоб отпустил. Не то проклянул. Проклянул, хладодержец окаянный. Тут уж он не выдержал. Ябло бы заткнул, отче. Не боюсь я твоего проклятия. Чем щепки из моих глаз вынимать, бревна из своих отчей повыдергивал бы. Сам-то каков? По законам ли живешь, отче? В ответ Сукин, попритихнув, буркнул. Мои грехи перед твоими, что малые шиханы перед горой Араратской. Чтобы монахов моих отпустил из узилища. И напоследок силой хлопнул дверь так, что камень сотрясся. Откуда только силу столетнего. И полез вниз по ступенькам. Щупая впереди себя палкой, ругаясь и отгоняя слуг. Пшли вон, гаденыши. Приход Сукина разворотил и всколыхнул все внутри. Вот старый пень. Расчехвостил так, словно тут баламошка какой. Малец старшка. Сам знаю, что не все прямо вышло, как задумано было. Нет, и он туда же, кнур столетний, у коры возводить. Нет, чтобы хорошее сказать сироте, без отцовского глаза и материнской ласки выросшему. Только бы сердце рвать и клеймами жечь до боли. И было же приказано забыть об опричнене. Но нет, не забыто. Цепокум злопамятен. О, моя прокаженная совесть. Она не даст мне покоя ни в миру, ни в скиту. И бежать от нее некуда. Только сосердием вырвать и псам на съедение выбросить. Сполошенно метался по келье. Потом сел на пол и начал выкрикивать, задрав бородатое лицо к иконам. Великие архангели, шестикрылых князь и небесных сил воевода. Соблюди раба Божия Ивашку. Избави от всяких напастей и от всякой притчи. Утаи под своей крепкой силой. Ты же знаешь, как царь и азол и грозен. А как человечишка тих и робок. Кто лучше тебя ведает сие? Ты же знаешь это. О, Богоматерь, владычица душ. Дай чудное заступление за сирого раба Твоего. Яви свой светлый зрак и лик. Научи, как жить дальше. Дай знак. По каким законам жить? По царским ли? По человеческим ли? Господи, вразуми раба Твоего несмышленыша. Рассуждал такое бремя. Помоги. Видишь, тяжел мой крест. Раскалена шапка Мономахова. Но иконы молчат сурово и мимо. И не понять, почему безмолвен архангел и безответна Богоматерь.